Здравствуйте! С вами программа «Исторический гороскоп» и я, Анастасия Бусыгина. Сегодня 1 сентября. В нашей программе будет представлен зодиакальный гороскоп с исторической справкой о событиях в этот день. Овник. Возможны поражения в каких-либо сферах бизнеса, но трудности будут преодолены благодаря жизненному опыту. Во время франко-прусской войны в 1870 году французская армия была разгромлена в сражении под Седаном, а император Наполеон III взят в плен. Освобожденный из плена, после заключения мира он уехал в Англию, опубликовав протест против постановления Бордовского национального собрания о его низвержении. Во Францию Наполеон III так и не вернулся. Тельцы. Вероятно, посещение грандиозного мероприятия. Может, даже в качестве почетного гостя. В 1900 году открыли Павелецкий вокзал в Москве. На вокзале тогда отслужили молебствие с водоосвещением. На торжествах присутствовали главный инженер строительства, начальники служб, станционный персонал и представители делового мира будущие грузоотправители. Вокзал был построен для обслуживания Рязанно-Уральской железной дороги. Интересный факт. Павелецкий вокзал некоторое время после постройки в документах именовался Саратовским. Во многом это было связано с тем, что Рязанско-Уральскую дорогу в процессе ее расширения через Саратов связали с Астраханью, Нижним Поволжьем. Теперь Павелецкий вокзал является одним из девяти железнодорожных вокзалов Москвы. Близнецы. Появится возможность заняться творческой деятельностью. И неспроста. Ведь этот род занятий может принести вам славу. Первая в мире государственная киношкола, ныне известная как Всероссийский государственный институт кинематографии имени Сергея Герасимова, открылась в 1919 году. Через шесть лет школу преобразовали в государственный кинотехникум, затем в Государственный институт кинематографии. Раки. Будете вовлечены благодаря друзьям в новое прибыльное дело. Ленин и Бонч Бруевич в 1904 году открыли в Женеве издательство социал-демократической литературы. Львы. Прекрасный день для того, чтобы отправиться на быстроходном транспорте за город. В 1930 году в штате Нью-Джерси, США, который возглавлял президент Герберт Гувер, была испытана первая американская электричка. Девы. Открывается невероятная возможность захватить власть в свои руки. Военный переворот в Ливии, который произошел ранним утром 1 сентября 1969 года, привел к власти Муаммара Каддафи. Тогда отряды членов «Ассоюз» под руководством Совета Революционного Командования в составе 12 офицеров во главе с Каддафи одновременно начали выступления в Бенгазе, Триполи и других городах страны. Они быстро установили контроль над основными государственными и военными объектами. Все подъезды к американским базам были заранее блокированы. Одним из первых мероприятий, возглавляемого Муаммаром Каддафи, нового руководства страны, была эвакуация иностранных военных баз с ливийской территории. Весы. День сложится благополучно. Все цели будут достигнуты. Немецкий астроном Карл Хардинг в 1804 году открыл третий астероид и назвал его в честь Юноны, жены Юпитера, верховного римского божества. Скорпионы. Могут случиться неприятности в финансово-экономических вопросах, поэтому вам нужно набраться терпения, чтобы все преодолеть. В период правления президента Армана Фольером в 1911 году в знак протеста против роста цен на продукты женщины в портовых городах Франции подвергли атакам корабли с овощами и фруктами. Стрельцы. Наконец-таки появится возможность воспользоваться новыми благами жизни. Хороший день для дорогостоящих покупок. Когда во главе Англии стоял король Георг VI, в Лондоне в 1951 году открылся первый супермаркет. Козероги. Выпадет шанс сыграть в интеллектуальную игру. При президенте Ричарде Никсоне в 1970 году в Нью-Йорке был открыт первый в мире компьютерный турнир по шахматам. Водолеи. Не останетесь без внимания со стороны городских властей. В Бостоне, крупнейшем городе штата Массачусетс, в США в 1897 году открылось метро. Город является неофициальной столицей региона, известного под названием Новая Англия, а также одним из старейших и богатейших городов Соединенных Штатов. Бостон с пригородами входит в десятку самых больших городов Америки и в 50 самых больших городов мира. Рыбы. Ожидается головокружительный успех в карьере. Хосе Марии Веласко и Барро в 1970 году был переизбран президентом Эквадора. Приобретая неограниченную власть, прислушивайтесь к мудрому изречению испанского драматурга и поэта Педро Кальдерона «Надо уметь владеть собой, чтобы уметь владеть миром». С вами была программа «Исторический гороскоп» и я, Анастасия Бусыгина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова